Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. И трава не расти! Она помобилизовала все силы в борьбе с самым злостным карантинным сорняком – Амброзии. Билеты в лето, как отдыхается юным кубанским туристом в анадских санаториях. Бойцы невидимого фронта – важности и сложности работы операционных медсестер. Амброзии бой, в том числе и рукопашный. По распоряжению главы курорта Сергея Сергеева сотрудники управления администрации, вооружившись перчатками и мусорными мешками, вышли на борьбу с самым зловредным летним сорняком. Их силами сегодня от карантинного растения были освобождены сразу несколько территорий. Улица Мелькова. Сегодня здесь работают не коммунальщики, а бухгалтеры и экономисты. На борьбу с Амброзией брошены все силы. Здесь Амброзия еще не набрала рост, поэтому специалисты централизованной бухгалтерии и городской администрации буквально вручную выбирают из травы опасный сорняк. Сегодня убираем Амброзии. Очень много в этот раз Амброзии прошли. Мешков много собрали, 6 штук уже. Она очень вредная, поэтому мы их собираем. А на улице Ленина высадился десант специалистов управления молодежи. Площади здесь достаточно большие, поэтому группа из 25 человек цепью продвигается по зеленым зонам. В прицеле внимания каждый квадратный метр. Это доставляет очень большие проблемы и жителям, и гостям нашего города-курорта. И нам это важно, важно бороться с этим паразитом. И мы призываем все учреждения, всех жителей города-курорта бороться с Амброзией, с этим травяным сорняком. Огромную работу провели и сотрудники управления культуры. В детском парке они убрали не только Амброзию, но и бытовой мусор. Всего отсюда вывезли более 60 мешков. Коммунальные службы и сотрудники администрации прочищают все муниципальные территории. А вот земли, находящиеся в собственности, несут ответственность их владельцы, в том числе и административную. Самые проблемные участки – это у нас участки под строительством многоквартирных домов. Там территория зарастает Амброзией, поэтому мы определяем кадастровые номера данных участков, собственников, и отправляем уже информацию в Ростельхознадзор для принятия мер административного воздействия на данных собственников, кто содержит свою территорию в недовлетворительном фитосанитарном состоянии. Подобные субботники теперь будут регулярными. Между всеми городскими управлениями распределены территории контроля и назначены ответственные. Местным жителям также необходимо следить за территориями своих частных домовладений. И, как говорят специалисты, не стоит дожидаться активного роста сорняка. Лучше пересекать его, что называется, на корню. Голова Анапы Сергей Сергеев потребовал от сотрудников муниципального контроля принять решительные меры и освободить центральный участок набережной в районе Малой Бухты от массовой незаконной торговли. В ходе операции управления муниципального контроля 8 несанкционированных торговых точек, появившиеся в течение последних суток вблизи спуска на пляж «Высокий берег», были демонтированы. С их продавцами и собственниками муниципальные контролеры провели разъяснительные беседы. В итоге участок набережной очистился от незаконных прилавков. Эту точку, или вы ее вывозите сами, или мы сейчас решение административной комиссии, она уедет на штрафстоянку. Поэтому, пожалуйста, сейчас решить вопрос, эта точка должна быть демонтирована. Самовольно точки никакие не устанавливаются. Любые вопросы решаются все по поводу установки с управлением торговли. Как сообщает Управление муниципального контроля, с начала лета силами администрации выявлено порядка полусотни незаконных торговых точек. Больше 30 снесены. Помогает наведение порядка налаженное взаимодействие с правоохранительными органами. Глава Анапы Сергей Сергеев потребовал от муниципальных служб всю набережную поставить на особый контроль и ежедневно выявлять и пресекать там факты незаконного предпринимательства. Летом в Анапе пассажиропоток увеличивается в несколько раз. Соответственно усиливаются и меры обеспечения безопасности на транспорте. Эти задачи лежат на сотрудниках Анапского отдела транспортной полиции. При такой нагрузке нужно надежное руководство. Начальник управления на транспорте по Южному федеральному округу Владимир Струков побывал в Анапе, чтобы представить полицейским нового руководителя. Обеспечение безопасности на всех линиях транспортного узла курорта – главная задача Анапского линейного отдела, который теперь, по словам генерал-майора Владимира Струкова, в надежных руках. Новый руководитель Игорь Пленкин закончил Хабаровскую высшую школу милиции. Имеет большой опыт работы в правоохранительных органах. Предыдущий руководитель смог организовать работу отдела на высоком уровне. Сейчас он ушел на заслуженный отдых. Задача нового начальника – не только удержать позиции, но и усилить. «Специфика Анапы заключается в том, что здесь очень большое количество организованных детских групп, которые следуют к местам отдыха, детские здравницы. И сейчас еще дополнительная нагрузка – это паромная переправа Кирч-Порт-Кавказ, где также работают подразделения структурно входящие в состав Анапского линейного отдела. Мы с учетом этих обстоятельств полагаем, что личный состав и курортный, и не курортный сезон выполнял уверенно все задачи, которые перед ним стояли». Полковник полиции Игорь Пленкин не раз был удостоен наград за высокие результаты оперативно-служебной деятельности. Имеет медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени. Занимал руководящие должности как в оперативных службах, так и в подразделениях штаба и охраны общественного порядка. Анапа достаточно стабильна на протяжении многих лет. Вносила в копилку работы транспортной полиции Кубани очень весомый вклад. И еще раз подчеркиваю, достойно. Никогда позади эшелона не находилась, всегда была на лидирующих позициях. Я думаю, мы сохраним эту тенденцию. Обещаний Игорь Сергеевич пока не дает. Он привык подтверждать свои слова делом, но отмечает, что готов полностью посвятить себя работе и обеспечению безопасности в городе-курорте. За пять лет средний балл на едином государственном экзамене в Анапе вырос более чем на 10%. В городе-курорте подвели окончательные итоги ежегодной аттестации. Отмечается стабильно высокий результат по русскому языку. Если в 2013 году средний балл по муниципалитету был порядка 66, то в этом году уже 73,4. Пять учеников получили по 100 баллов на одном из экзаменов. Четверо по русскому языку. При этом пятая часть выпускников сдала русский на 96-98 баллов. То есть оказалась близка к самому высокому результату. Кроме того, впервые в Анапе 100 баллов получены на экзамене по информатике. Зафиксировано улучшение результатов по истории, физике, химии, информатике. Вместе с тем в этом году впервые внедряли технологию печати билетов непосредственно перед экзаменом. Она основана на технологиях шифрования. Электронные ключи сразу у нескольких членов комиссии. Также результаты сканировали и отправляли в центр обработки сразу после окончания экзамена. Это сложно с точки зрения обеспечения электроснабжением, бесперебойной подачи, трансляции через сеть интернет. Но это очень серьезно. Мы выдержали это. Мы к этому подготовились. Не только обучились наши специалисты. Было закуплено дополнительное оборудование, которое необходимо для осуществления этих процедур. И я считаю, что мы без сбоя стопроцентно выполнили эту задачу. У нас не было при проведении ЕГЭ отмечено каких-либо нарушений порядка проведения. Никто не наказан. Результат достаточно высокий. У нас есть перспектива роста, но есть над чем поработать. В Анапе, главном детском курорте страны, принимая школьников со всей России, не забывают и о юных жителях Кубани. В санатории «Голубая волна» круглогодично принимает ребят, которые крепнут здоровьем, приобретают новых друзей. В этом им помогают взрослые, влюбленные в свою профессию. Дети супер! Дети класс! Голубой волне у нас! До окончания смены считанные дни. Ребята подружились, многие обменялись телефонами. Лиза из Анапы, море и солнце рядом. Но со сверстниками отдыхать веселее и интереснее, тем более, если они из других городов. Елизавете запомнятся замки из песка, веселые мероприятия и сюрприз на день рождения. Буквально на днях ей исполнилось 12 лет. Мне очень понравилось. Я просыпаюсь, у меня подружки и друзья поздравляют меня, подарили подарки мне. Мы будем переписываться, создаваться. Я собрала номер телефона, чтобы разговаривать, когда мы уедем. Для юных отдыхающих проводятся самые разные мероприятия, конкурсы. После четырех дня все идут к морю, на специально отведенную часть центрального пляжа. Отсюда, по курортной части города, до него около 15 минут спокойным шагом. На территории спортивные площадки, воркаут. Владислав Хижняк из Тимошевска увлекается футболом. По его словам, спортивная жизнь здесь насыщенная. Запомню друзей здесь, познакомился. Запомню, хочу запомнить своих воспитателей, которые у меня. Вот, Оксана Иннокентьевна, хочу их запомнить. Потом хочу запомнить дискотеки, вот это все, мероприятия. Весело? Да, весело, очень. Голубая волна – это санаторий с собственной лечебной базой. Доска почета. У Валентины Целюрик в семье педагоги мама и старшие сестры. Когда ей было 10 лет, она отдыхала здесь две смены, скорее всего. Именно поэтому пришла именно сюда работать по призванию. Где-то как наставник, где-то как мама, где-то как старшая сестра, старший даже брат, может быть, так будет выглядеть. Вот, потому что ситуации тоже с детьми разные. Дети приезжают, уезжают первый раз от мамы далеко, им тяжело привыкнуть. И чтобы адаптироваться, нужно вот такие вот, где-то приласкать, где-то хорошее слово сказать, ну где-то поругать и пожурить. С начала сезона до сентября в Голубой волне пройдет пять летних смен. В этом году здесь отдыхают дети только из Краснодарского края, в том числе из многодетных семей. Как правило, они приезжают все вместе. Немало тех, кто здесь уже не в первый раз, и тех, кто хочет сюда обязательно вернуться. Высокий сезон – настоящее испытание для всех сверхкурорта. Но есть отрасли, которые не имеют права давать сбои даже в пиковые нагрузки. Речь идет о медицине. В городской больнице Анапы ежедневно проходит до 20 операций, успешность которых зависит не только от хирургов, но и от младшего и среднего медперсонала. Операционная медсестра – специальность по-настоящему недооцененная, а между тем на ассистента хирургов держится колоссальная нагрузка и ответственность. И в том числе от их профессионализма зависит исход всей операции. Операционная медсестра Ольга Залеская больше 35 лет посвятила самой благородной и гуманной профессии. Но признается, что быть медиком не только почетно, но и ответственно. Каждый день в руках операционной бригады человеческие жизни. И нет права на ошибку, даже когда сам чувствуешь себя нехорошо. У меня в операционную открывается второе дыхание, когда я прихожу. Я могу себя плохо чувствовать, я могу что-то вот как-то, какое-то недомогание там. Но я захожу в операционную, я собираюсь волю в кулак, и у меня потом все получается, все идет так, как надо. Она первой заходит в операционную и покидает ее последней. Подготовить инструментарий, настроить оборудование, а после операции пересчитать и обработать все инструменты. На ней же контроль за стерильностью и порядком. Одним словом, именно операционная медсестра создает нужную атмосферу для работы хирурга. Операционная медсестра – это ключевой фактор успешной операции, потому что это фактически наши вторые руки, от которых зависит во многом исход операции. Качественно сделанная операция зависит от того, когда будет подан инструмент, какой будет подан инструмент, правильно ли будет понято, что нужно хирургу на данный момент. Это очень фактор хорошо сделанной операции. И мы, безусловно, очень ценим операционных медсестер. Обычно у нее в день до шести операций. Некоторые, бывает, длятся по пять часов. И все это время в условиях колоссальной физической и эмоциональной нагрузки она наравне с хирургом не отходит от операционного стола. Но о смене профессии даже не думает. Это любовь к своей профессии. То, что ты делаешь, то, что тебе нравится, ты можешь делать его честно и добросовестно. Я просто даже не представляю, как я буду где-то на каком-то месте работать на другом. В отделении хирургии ее считают незаменимым сотрудником. Если ассистирует Залезская, то любая операция пройдет гладко, уверены коллеги. Всегда читает и угадывает каждую нашу потребность, каждую потребность хирурга. И действует фактически на опережение. Мы еще не успели что-то попросить, а она уже приготовила инструмент для конкретной манипуляции. Это очень удобно, когда тебе не приходится отвлекаться мыслями на что-то сопутствующее. Думать об операции, у тебя все готовое под рукой. Она за год, например, проходит 600-700 операций в одной операционной, плановых. 600-700 операций в год. И осложнений нету благодаря ее профессионализму, благодаря ее требовательности. В городской больнице Анапы в год проводится до 7000 операций. И за каждой спасенной жизнью стоит не только хирург, но и боец невидимого фронта. Именно так медики называют операционных медсестер. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски «Тавровские» 189,90. Московская оригинальная 249 рублей. С «Салями» финская 657 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 15 и 16 июля в Анапе ожидается переменная облачность. Днем в субботу возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем в субботу до 26 выше ноля, в воскресенье до плюс 27. Ночью прохладнее, до 19 выше ноля. Ветер северный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин